Александр, один из Битрикс. У меня хардкорный доклад, он вас пробудит и некоторых, наверное, вернет в жуткую депрессию. Но цель доклада все-таки это научиться правильно думать, правильно принимать решения и поделиться с вами боевым опытом, так сказать, кровушкой такой боевой, чтобы вы, значит, эти грабли не повторяли и умели побеждать трудности. Поднимите, пожалуйста, руки, кто знаком с разработкой, технические специалисты, кто понимает вообще устройство, так, ноль рук, а нет, несколько рук я вижу, хорошо, спасибо. Ну, постараюсь говорить понятным языком, поехали. Я начну со страшного слайда сразу, обычно он в конце презентации, сейчас я его поместил в начале. Это наш облачный сервис, Битрикс24, наверное, знаете. Это такой облачный портал, типа облачный SharePoint, который размещен в нескольких дата-центрах, у нас больше 150 серверов в Amazon Web Services, и, значит, это технологии используемые там. Кто знаком с Amazon Web Services? Поднимите, пожалуйста, руки. Ох, сколько людей, ух ты. Значит, как вы видите, здесь ничего сложного нет. Балансировка, CloudFront, S3 для объектов, автоскейлинг для автомасштабирования используется, значит, базы находятся в мастер-мастер репликации. Схема очень простая, надежная, эффективная, и поддерживается масштабируемая, как сказать, из коробки, то есть занимаются этой штукой, администрированы 2,5 человека всего, вот. Ну, мы не разработчики, мы как бы эксплуатируем эту систему, и она живет, дышит. Немножко цифры, это не реклама, это объем нагрузки, который мы держим. В докладе никак не рекламы, я тут сам увидел. Смотрите, значит, 45 тысяч, 450 тысяч компаний. Одна компания у нас, это одна база данных. То есть мы сейчас хостим почти полмиллиона баз данных. Представляете объем? Доступны сервисы 99.99, потому что Amazon, потому что куча тестов, около тысячи тестов у нас, которые проверяют функциональные системы. Ну, вот, 42 тысячи звонков в день, я про Weber-TC дальше расскажу немножко, как его тестировать. Ну, в принципе, понятно, объемы, да, такие интересные, значит, бой такой, да, настоящий, высокие нагрузочки. И наши облачные сервисы, значит, о вкусности я говорю. Скорость сайта, это скорость рендера страницы в браузере клиента. Мы собираем информацию из Navigation Timing API в Amazon и храним ее через MySQL, обрабатываем, выводим такую гистограмму клиенту. То есть это удобная, вкусная штука, полезная. Вот у нас сейчас на нее идет больше тысячи запросов в секунду на этот сервис. Следующий сервис, бэкап в облако, 25 тысяч сайтов, 42 терабайта, бэкапится. То есть это облачные сервисы API фактически. Мониторим сайты клиентов, ну, тоже там около больше 20 тысяч из двух дата-центров. Вот, типа, ну, то есть это нужно, клиент подключает в Bittrex, у него появляется собственный мониторинг из двух дата-центров. У нас есть, мы работаем с партнером CDN и сами оптимизируем ресурсы. То есть такая структура, позволяющая использовать CDN на сайтах. Больше 27 тысяч сайтов, 5 терабайт в день. Обратный CDN, это вообще очень прикольная штука. Мы используем обратный CDN, то есть мы ускоряем ресурсы, наоборот. Через прогретый канал TCPIP, через прогретный TLS. Это позволяет, кажется, ускорение для динамических страниц через CDN. Если интересно, я в кулерах расскажу, что это. Бигдата, у нас, ну, тоже вот через этот сервис он работает. У нас сейчас больше 220 миллионов пользователей. Мы даем постоянные рекомендации для магазинов. Пуш-уведомления на мобильные устройства, облачный сервис. Многие сообщения на Node.js на Redis. Ну, там был NGINX, я расскажу про эту бразильскую ревьеру, очень интересно. И VibreTC. Практически все сервисы на сервисной части я программирую. Проектировал, программировал, тестировал, так сказать, организовал работу с коллегами. Поэтому могу рассказать о внутренностях, много чего. Ну, сами в компании отвечают за контроль качества интеграции внедрений. То есть я QA-щик, можно сказать. Но при этом я разрабатываю, у меня отличные знания Unix, высоких нагрузок. Ну, так сказать, уже по 40 лет, в принципе, вы все так и любуете. Да. Смотрите, смотрите, как мы проектируем. Вы понимаете, для чего я в этом часто рассказываю? Вроде бы QA, да, я вам про это рассказываю. На самом деле я понимаю, из чего составляется качество. И хочу вам передать эти знания, это ощущение, чтобы все-таки с багами боролись. Не с помощью мухобойки, прихлопывая их, да, и размазывая, значит, по стенам. А действуя проактивно, то есть создавая систему, которая создает как можно меньше ошибок. А для этого мы потом очень внимательно посмотрим в мозг разработчика и так далее. Вот так мы проектируем. Вот видите, никакого тут, у нас нет никакого, как сказать, там, суперформализации, какого-то там, не знаю, с указкой, там, менеджера, там, и не знаю с чем. То есть вот мы налили кофеечек, порисовали схемки. Ну, технари, наверное, поймут, что здесь на самом деле описаны не очень простые вещи. Здесь написан, расписан эластичный балансировщик NGNX, Кайнезис. Кто сталкивался с Кайнезис в Амазон? Вот посмотрите, это сервис для того, чтобы принимать сообщения, хранить их в буфере в памяти примерно сутки. Офигенная быстрая штука. Она сейчас нужна. Вот, то есть мимоходом написано слово Кайнезис, а что это такое, мало кто знает в мире вообще. Потому что сервис открыт недавно. Но его можно симулировать и без Амазона. Дальше, NoSQL написан, да, у нас тут. Аналитика какая-то. То есть вроде бы кофеечек, да. А на самом деле очень сложная, интересная система. Что еще вкусного? А что мы тестируем из вкусного? Инфраструктура в Амазоне. Ну, сам по себе инфраструктура в Амазоне, это уже вкусно, это интересно тестировать и интересно об этом говорить. Отказоустойчивость автоматизации. Все работает, в принципе, автоматически и на базе скриптов. Я потом расскажу, как это работает. Ну, то есть, это задача интересная. MySQL, мастер, 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 репликация. Кто использует мастер, мастер, репликация в MySQL? Вот, правильно, и нечего использовать. Ну, вообще, штука полезная при высоких нагрузках. Ой, 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 ой. Так, я туда-то перескочил, да? Значит, композитный кэш, ладно, это потом. Мы параноики, особенно я, поэтому мониторится все, даже несколько раз. PHP на высоких нагрузках. Big Data, математика, машинное обучение, Java, Spark, Hadoop, Makaot. Если вам что-то интересно, спрашивайте про название технологии. В общем, у нас интересно, высокие нагрузки, да, и сложные системы. Можно выдохнуть теперь, да? Я думаю, дальше техника будет, но не в таком концентрированном виде. Потому что я хочу поговорить все-таки, как строятся такие системы, как понимать эти системы, чтобы правильно их проверять. Вот сейчас у вас будет, наверное, мозг сносить. Потому что я начну говорить совсем другие вещи. Я буду говорить о том, что у людей два полушария, левая и правая. Есть эмоции, а есть логика. И вот у нас, например, сервисы запускаются несколько раз в год новые. Как это все тестировать? Сначала это надо спроектировать, правильно? Вот чтобы это правильно спроектировать, нужно свои эмоции формализовать. К сожалению, вот у нас внутренний клиент, но тоже роль коммуникации имеет огромное значение. Если приходит клиент и говорит, я хочу, чтобы у меня был фонтан, чтобы были брызги, чтобы все было разноцветное. То есть ты на него смотришь, как на идиота. То есть он же понимает, что он хочет. Он хочет праздник. А вы, у вас логическое мышление. Мы с вами тестируем, у нас математика. У нас нет вот этих вот фантазий и теорий вероятности в таком виде, как у него. Поэтому возникает страх и отвага. То есть возникает страх. То есть если мы скажем, чувак, это не сделаешь, потому что нельзя нарисовать шесть красных перекуринерных линий, одна прозрачная и одна из них прозрачная. Так это не бывает в математике. Если вы скажете, вам скажут, да, но ты не специалист, ты не понимаешь меня. А если вы будете дальше бороться, то вы становитесь героем. Ну, может быть, у вас в другой компании. Понимаете, что тут начинается? Вот. А еще клиент бывает, он хочет что-то сделать и не знает, как это работает изнутри. Сделали сайт поликлиники, но я не понимаю, как эти анализы там работают. Это спросите у моего заместителя, который тоже не понимает, как это работает. А кто понимает, тот уволился. Ну вы же программист, вы же умный, вы же не понимаете. Ну вы же как бы с компьютером работаете. Возникают вот такие вещи. И поэтому сразу возникает вопрос у вас. Я почему об этом вам говорю? Потому что вам это все проверять, то, что они вот накодят. Понимаете? Вот этот кошмар, если с фонтанами и брызгами. В итоге возникает роль аналитика. Я не говорю, что аналитик нужен, прям роль такая. Я говорю о том, что кто-то должен, кто-то один, минимум один, а лучше больше, все-таки включить мозг и понять, что общий человек создается. О чем вообще речь? Кто-то должен логически проанализировать систему и понять, что из этого будет. И, 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 и. Кто-то вот из таких вот прозорливых людей поймет, да, это фигня, это сервис, это два метода, в баске две таблички, в принципе, покликали, ну клиент, пару багов, в принципе, запускать можно. А кто-то, это человек ответственный так сделает, а кто-то возьмет и скажет, да все понятно, да мы сделаем. Ребята, делайте. Это называется, я это называю туманом безответственности. То есть менеджер скажет, ну он же менеджер скажет, да, мы этот бардак, этот кошмар, этот, не знаю, это эмоциональная какая-то ужасная вещь, мы это сделаем. Он берет на себя ответственность, он хороший менеджер. А потом говорит вам, вы сделаете, а вы протестируете. И смотрит, как у вас получится вот эта все вот битва, понимаете? Вот, это что мы посмотрели? Да мы посмотрели анализ, анализ. На самом деле мы же проектируем тоже, я вам показал, как с кофейком, и не только с кофейком. То есть мы профессионалы, но вот эти вещи надо знать. Дальше начинаем проектировать. Смотрите, как тут интересно. Куча же инструментов есть, да, вот мы все садимся и начинаем проектировать. Есть e-mail, кто использует e-mail? Ну многие используют, правильно. e-mail, если им неправильно воспользоваться, это путь в ад. Потому что вы рисуете кучу, кучу, кучу диаграмм, огромное количество диаграмм, а потом происходит клиент и говорит, а давайте повернем координаты на 10 градусов. И у вас сразу мозг сносится, потому что вы все это уже нарисовали. Вот. И здесь вот очень важно подобрать минимально необходимый инструмент. Вот, как, что делает американский солдат во время боевых действий в пустыне? Он бросает свою винтовку, берет автомат Калашникова. Почему? Потому что он надежный инструмент. Да? Если автомат заклинил, он берет лопатку нашу отечественную. Почему? Потому что эти инструменты, они реально ведут к цели. Если вы сразу поставите e-mail, rupe. Кто использует rupe? Ну, слышали, наверное, да? Если, значит, здесь очень важно не переборщить. То есть, с одной стороны, инструменты эти хороши. Они кровью написаны фактически. Они написаны по этапам заваливания сотни проектов. По этапам, не знаю, миллиарда долларов люди сожгли и написали инструмент. Но нужно правильно выбирать. А опытных людей, кто умеет выбирать инструменты, очень мало. Поэтому не переиграйтесь с инструментами. Квалификация клиента. То есть, во время проектирования вы поймете, что клиент либо включает дурачка, либо не включает дурачка. Ну, так получается, что ему и включать не надо дурачка. Фактически, он не будет принимать решение. А будет принимать решение какой-то менеджер, казачек которого, не запустить проект, а не подставиться. То есть, с кем согласовывать? То есть, люди дурачка включают. Я нарисовал УМЛ, модель инструментной области, связи, логика. Вот ваша система. Он только смотрит. А что это такое? Где подписать? Тут? Ну, что это такое? Ну, понимаете, да? Риски какие. А вы же не знаете, что там у них как бы делается. Дальше, значит. Поэтому написал предвидение Виктора развития системы. Кто-то из вас должен. Особенно у кейщиков, потому что вам потом тестировать. Вы должны предвидеть, куда это пойдет. И сразу забить тревогу, что это какой-то кошмар создается. Либо это просто система. То есть, нужно развивать опыт, предвидение, куда это все пойдет. По поводу детализации. Ну, понятно, да? Сразу мы детализацию делать не рекомендуем. Но мы хотим, чтобы все-таки какие-то вещи рискованные были с процессией первыми. То есть, если вы видите, что вы в этом месте. Клиент говорит, хочу, чтобы у меня один терабайт выгружался каждую минуту для обновления данных магазина. Вы понимаете, это не будет работать. Есть, понимаете, есть клиент, есть его желание, он даже платит. А есть законы физики. А законы физики не подкупаются ничем. Надо просто говорить. Вы знаете, а есть законы физики. По закону есть скорость света. Поэтому один терабайт в минуту нельзя выгружать. Понимаете? Ну, просто нельзя. Ну, это как некомпетентно, что ли, ставить такую задачу. Вот о чем я. Идем дальше. Теперь управление проектом. Это самая интересная тема. То есть, вы как бы спроектировали, вы формализовали требования, вы научили клиента думать. Либо он научил того, кто будет думать и подписывать за него. То есть, вы пытаетесь выстроить какой-то логически правильный процесс. И даже поняли примерно, что будет из этого получаться. Но вам теперь надо запустить проект. А здесь вот очень интересно. Здесь возникает такой вопрос. За сколько вы это сделаете? А как мы сделаем это, не зная, что вы хотите? Нет, вы мне срок назовите. Это момент перекладывания ответственности на вас. То есть, психологический шаг. То есть, и вам это все еще тестировать надо, понимаете? То есть, вам надо назвать срок, и вам надо назвать срок, когда это не будет глючить. Понимаете? Это уже обман. Поэтому тут надо аккуратнее делать. Подстраховываться сильно далеко нельзя, но с другой стороны, мало времени тоже будет нельзя. То есть, попробуйте удлинить этот срок. Используйте теорию вероятности. То есть, вы должны почувствовать, где обычно глючит, а где глючит мало. И вот так, веса разложить, занять время. Ну, вот я уже сказал, сделай то, не знаю, что уже вчера. Это вообще часто бывает, но не везде. Вот у нас, например, когда мы что-то сложное проектируем, у нас менеджмент говорит, ребята, давайте вот разумно прикинем, вот понятно, что еще есть риски и так далее. Давайте прикинем время, сколько это нальет. То есть, плейнг-покер, знаете? Плейнг-покер. Плейнг-покер, он работает, но далеко не всегда, потому что плейнг-покер – это как бы тоже сведение людей лбами друг с другом. То есть, менеджер просто сводит, пока вы там до чего-то не договорились. То есть, все-таки нужно доверие. То есть, можно давать оценки, вот мы как разработчики, мы даем оценки, мы за них берем ответственность, но мы не берем их ни от фонаря. Вот, поэтому положим доверие, и тогда можно оценить нормально. Управление пирамида. Ну, смотрите, вот я сейчас забегаю вперед, у нас управление круг. То есть, в компании люди, любой человек может вот так поднять руку и все застопорить. Сказать, это сделано неправильно, это сделано криво, он пишет сообщение на портал, читает там, менеджмент его читает, лайкает, начинаем обсуждать. Тогда протон не упадет. А вот так вот протон упадет. Почему? Потому что управление сверху, то есть, надо идти на поклон к менеджеру. Здравствуйте, можно вам сообщить о проблеме? Нет, не надо, какие проблемы? Мне нет проблем в проекте. Вы что? Зачем ему узнать о проблеме? То есть, есть другой тип менеджера. Сидит менеджер и волшебник из умного горла, и в розовых очках. Все хорошо, то есть. Чувак, вы будете говорить о проблемах, а он не будет слышать об этом. То есть, это, понятно, путь в никуда, в путь катастрофе. Поэтому, самое лучшее управление в проекте, это когда, когда менеджмент понимает, что, чем выше проблема поднимается, чем выше баги поднимаются, чем какие-то вот риски поднимаются. То есть, это, это лучше. То есть, весь день это решение рисков, решение проблем, как в Тойоте. Знаете, вот, в 6 Sigma в Тойоте. Что делается в Тойоте, если там нашли серьезный баг? Серьезно включается, все, что случилось? Там гайка неправильно закручена где-то там, не так. Понимаете? То есть, это правильно, это качество, это настоящий QA. Это настоящий QA. Ну, тут про суровую справедливость, я уже сказал. По поводу разработчиков системы изнутри. Чтобы система не глючила, должны быть нормальные разработчики, которых нет. Не, на самом деле есть, но очень мало. Поэтому, главное требование, видите, это не ошибка, я так написал, опыт в квалификации. Это, можно смеяться над этим, но, скажу честно, на самом деле, лучше всех тестирует разработчик. Если разработчик не может тестировать, это не разработчик. Максимум, ему нужно помочь, потому что, ну, как журналист пишет, вот, представляете, вот, Марк Твен написал, значит, роман и приглашает тестировщика, протестируйте мне роман. Что это такое вообще? Ну, ты что, не читал, что ли, его? То есть, он вычитал, он 10 раз вычитал его. Ну, уже человек, как глаз, знаете, уже забился, он уже не видит. Вот, поэтому есть корректор, который видит ошибки. Вот роль тестировщика. То есть, как бы сказать, ну, вот, вот, как бы, разработчик, то есть, он должен писать правильно, он должен понимать, что он пишет. А если он под палкой что-то написал, есть разработчики, которые закладывают мины замедленного действия. Вот, пришел человек в проект, и, говорит, за полчаса он вставил ОРМ туда, ОРМ, знаете, да, вот, система управления объектами, и после этого, эта штука, значит, несколько месяцев начала там работать, работа, потом человек увольняется, и никто не может понять, как это работает, потому что это очень сложно. А человека уже нет. Вот это называется минус замедленного действия. Вот, хороший QA это видит и рубит. Ну, так сказать, не всегда, ну, вот такие вот бывают вещи с разработчиками, к сожалению. И, конечно, коммуникации, это, это вообще большая проблема. Разработчики думают, что они очень умные. И они, как бы, любят это еще так. Ну, я вам это уже объяснял, чем я вам буду второй раз это объяснять. Это большая проблема. Настоящий профессионал объяснит QA столько раз, сколько надо. И даже пиво вместе пойдет побьет. Потому что этот, в XP, в экстремальном программе, это называется метафора. Это действительно очень важно. Как помните, как появился XP, экстремальном программе, помните? Команда, эта команда, там, Кэнсбэк, ну, поправляйте, да? Эта команда завалила проект. Чуваки, завалили проект для Крайслера. Они его не сделали нормально. И потом написали книжку об этом. А женщина, которая была у них менеджером, ее, парализовало ей лицо. Представляете, она стала инвалидом. Потому что она очень сильно переживала за это все. То есть, реально, удар приняла женщину на себя. А чуваки книжку написали? XP, понимаете? А не выполнен проект для компании. Но они все-таки в книжке, как бы они там не играли, то есть, они, значит, все-таки написали очень важные вещи, понятные, они действительно из практики, что метафора системы нужна. То есть, нужно просто уметь объяснять друг другу, что, как это работает. Эта фигня похожа на слона, например. За хвостик подергал, у него хобот поднимается. Вот, это, как бы, простая метафора. Какой разработчик может дать? А может, не дать? Тогда проблема. Идем дальше. Тестировщики. Ну, вот смотрите. Здесь два таких вот, ну, на две части можно залить. Первое, это вот покликать. То есть, мы не должны, мы как QA-щики, нас не должны сравнивать с кликателями какими-то. Мы что, мартышки бегаем там, да, кликаем, что ли? Понимаете, это не так. QA-щик, это человек, который понимает систему изнутри. Он видит тест-кейсы, как ее вообще правильно тестировать. Он мыслит много объектами. Вот, поэтому покликать много, покликать чем-то там, автоматизировать это кликанье, это ни о чем. Это следствие, понимаете? Это пить таблетки от головной боли при, извините за это время, запорах. Это плохо. Нужно правильно сразу, сразу строить план тестирования. То есть, нужно понимать, нужно участвовать в разработке системы в самом начале. От приемочных тестов, от архитектуры. И тогда это настоящий тестировщик. Еще 10 минут осталось. Ой, как мало. Я это еще только начну. Значит, да, значит, пойдемте быстрее. Вот тогда, 10 минут. Настоящий QA-щик садится и видит баги. Вот он сел и видит баги. Там 50 багов сразу нашел на одной странице. Вот это QA-щик. У нас лучший, лучший, самый лучший тестировщик в компании, генеральный директор. Вот так вот. Вот видите, важность тестировщика. Идеальный процесс тестирования, короче, видите, это вот нужно вот это ФТ написать, ТЗ, модульные тесты, тестирование тестов, тестирование тестов, модульных тестов. Нужно писать так далее, так далее, так далее, интеграционные верстки, контенты, нагрузочные. Это правильно все. Это работает для софта, который обслуживает атомные станции. Это и спутники. И все равно не падает. Это очень дорого, понимаете? Это очень дорого делать. И с одной стороны, это дорого. С другой стороны, мы понимаем, что современная система, где нагнали программистов, они там что-то накодили, 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 с подпалки часто, накодили. Это вавиловка башня. Люди перестают друг друга понимать. Мы программистов, админы и так далее. С другой стороны, это вот такая вот лебедь, рак и щука. Когда менеджер тянет в одну сторону, вы в другую, программисты в третью, а с из админы в четвертую. Понимаете, проблемы. То есть идеальный процесс не будет работать, это очень дорого. И жизнь устроена иначе. К этому проблемы добавляются. Требования постоянно меняются. Да? Вы же знаете об этом, да? Ресурсы ограничены. Сроки придуманы. Много кода, когда это проблема сама по себе. Много людей. Много людей. Это тоже огромная проблема для тестировщика. Много, просто много людей. Сложность системы и собственный мозг проблемы. Поэтому философия качества, о которой я хотел сказать. Дзен, так сказать. Это нет. Соответственность на багах. Не надо думать о багах, как их ловить. Не надо думать о хорошем. Думайте о цели. Ищите, видите, в системе здравый смысл. Двигайтесь здравым смыслом. Очень серьезно, глубоко проектируйте систему, к чему я сказал. Используйте математику. Вот это вот. Ну, то есть, боритесь со сложностью. Прошу прощения. Значит, вот это все вы все знаете. Это просто слайд трешовый. Это бактрекеры, мантисы, там, гальфа, бета, гамма, метрики. Нашли последний банк, agile и так далее. Об этом я даже не буду говорить. Это все знают. Это, ну, это как пить таблетки, я сказал. Это все, как бы, работает, но это не решает корень проблемы. Юнит-тесты, как сказать, если код написан так, что можно писать юнит-тесты, их можно написать. Но часто код пишется так, что юнит-тесты к нему не напишешь. Поэтому надо с самого начала это обговорить. Плюс это дорого. Это дорого. А еще юнит-тесты нужно поддерживать. Во многих проектах их нет. Это дорого. Битых-24. Вот как бы идеально мы его тестировали. Это надо всю инфраструктуру три раза повторять. Среда разработки, среда тестирования. Кто это делает? Никто этого делать не будет. Это дорого, ребят. Вот как протестировать, например, еще облачный сервис. Пуш-уведомления на мобильное устройство. Как протестировать, сообщение дошло до клиента. Тогда вам нужно эти устройства ставить у себя, все разные виды, и протестировать. Это дорого. Это дорого. Это вот пример технологии. Как проверить, что дошли мгновенные сообщения из браузера, лонг-пулинг, при том, что заглючил какой-то флайрвол на веб-сокетах. Вы не протестируете это никогда. Если вы не знаете, что такое флайрвол, вы не знаете, что такое сетевые технологии, вы не знаете, что такое веб-сокеты. А я знаю, что такое веб-сокеты. Мы писали интеграцию с ним. То есть эти вещи не тестируются. Их нельзя заранее какими-то тестами прописать. Веб-портеси. Время, к сожалению, мало. Как протестировать, что эта вещь не глючит между звонками, между браузером и мобильной сетью? Это ужасный протокол, он очень сложный. Это телестудия. Никак не протестируйте. Вы просто не знаете, что этому надо тестировать. Это какой-то клиент вам скажет. Я сейчас говорю о компетенции. О том, что нужно правильно на их вещах ориентироваться. Пять минут, да. Вот, это мой любимый слайд. Почему многие ходят на бою и молчат? А почему многие тестируют на клиентах и молчат? А потому что неправильная методология тестирования самого. То есть, потому что, какой яд на бою, потому что дорого тестировать, да, дорого создавать эту инфраструктуру. А почему тестируют на клиентах? Потому что это удобно. Фредакшн вогнал, и сразу тебе результат. Вот тебе тестировщики, понимаете, десятки тысяч тестировщиков. Почему так происходит? А потому что нужно правильно, как сказать, осмотреть усилия. То есть, что мы предлагаем? Глубой канал, сложность системы. Упрощать систему максимально, чтобы она была прозрачной и простой, чтобы можно было меньше вещей тестировать. Понимать, что тестируют. Как я вам сказал, вибртеси, пуши. То есть, быть компетентными хорошо. Использовать теорию вероятности. То есть, все знают, да, что если выйду на улицу, у меня на голову пойдет метеорит. Это возможно? Да, вероятность есть. Но она очень маленькая. Не нужно эти вещи проверять юнит-тестами. Не надо. Не тратьте время. Используйте простые работающие решения. Разрабатывайте код модульно. Модульность – это гарантия, очень большая гарантия качества. Это не юнит-тесты, это гарантия качества. Инкрементальный дизайн – это принцип XP. Усложжение систему постепенно, постепенно добавляя. То есть, я в кулуарах расскажу, если интересно, как. Но этот принцип работает. Код тоже мы чистый, вкусный и читаем. А времени мало. Значит, что еще бывает страшного, что нельзя тестировать? Это блокировки в базе, сетевые задержки, переполнение диска, процессы транзакции. А мы-то все проверяем. У нас есть тесты на это. К сожалению, это нужно тоже проверять. И вы, наверное, не знаете про это. Или, может быть, кто-то редко сталкивается. Дальше. Как мы тестируем статически? Как все нам помогает в этом? Это куча тестов функциональных. В Мунине – тысяча тестов. Пинба – температура по больнице. Х-капруф – граф вызов для PHP. Логи – волосы сетча обработаем. Логи – ошибок. Перкона для мой скейт для того, чтобы видеть. То есть мы видим, меряем температуру общую системы, работает она или нет. Объектно-режиссионный импеданс. Кратко, по слайду. Это плохо. Это нужно уметь готовить. И мало кто это умеет готовить. Поэтому, если есть возможность, отговаривать разработчиков от этого, от этого кошмара. Это усложняет код. Программерский сисадминский импеданс. Разработчик не понимает сисадмина. Вот я, Юник, знаю очень хорошо. Я администрировал большие системы. Я и разрабатываю, я и проверяю. Я и про их, понимаете, меня не обманешь. А вот здесь разработчик спорит с сисадмином. Он живет в своей реальности, а сисадмин другой. И очень сложно, на самом деле, их надо уметь обеспечить, как вещик, коммуникации между этими людьми. Используйте активно инструменты Unix. Они помогут нам. Мы их не используем сейчас, мало кто их использует. Они помогают обеспечить качество. Мало кто с сисадминов знает, что такое эстрейс. Почему-то. Почему-то. Минимальный набор. Мы тестируем приложение, то есть кратко. Процессы висят. Память. Объем памяти. Лог ошибок чист. Лог работы обновляется. Там нагрузка на процессор. Обязательно пишем функциональные тесты. Обязательно. Ну, дымы функциональные. Они всегда пишутся. По поводу Amazon Web Services. Его тоже надо тестировать. У нас вылетали диски. У нас часто теряют связанность между машинами. Десятый рейд вылетал, когда молния била. Десятый рейд вылетал. Представляете, что это такое? То есть, как это протестируешь? Балансировщик один раз отказал. И CloudWatch мы попробовали. Ну, в принципе, полезная штука, но не очень. Так сказать, свои тесты работают лучше. Как тестировать верстку, вам уже рассказывали. Ее тестировать надо глазами и руками. Автоматика почти не работает. Это и хорошо, и плохо. Ну, клиенты могут помочь. Мы тестируем так. В итоге, что работает? Командная игра, круг, ситуационное лидерство. Проблемы всплывают. Поменьше артефактов. Упрощатель системы. Модульный, понятный код. Тотальная регистрация ошибок. Прозрачность. Уважение клиентов. И поиск корней проблемы. То есть, вас за ошибку никто не ругает. Наоборот, вас благословляют за ошибку. Да, проблема. Хорошо, садимся, обсуждаем. И уважение клиентов. Клиенты – это главное. Да. Начинаете с самого начала. Это про Битрикс. Это вот. Я вас так люблю. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Не стесняйтесь, пожалуйста. Машинное обучение? Да. Мы используем машинное обучение. Вообще, зачем используется машинное обучение? Оно используется тогда, когда невозможно прописать логику формально. Никак. Оно используется для обучения. То есть, мы его сначала учим, потом система работает. Но мы пока используем машинное обучение не для качества. Мы пока используем его для выдачи рекомендаций, товарных рекомендаций клиенту. С помощью коллаборативной фильтрации. Это тоже машинное обучение. User-based рекомендации и item-based рекомендации. Но в ближайшее время мы хотим использовать машинное обучение для создания анализа клиентов, которые готовы уйти с магазинов. Да, это анализ, ну, это местное слово, английское, не помню. Короче, анализ тех, кто хочет уйти. Это первое. Второе, для дарик-маркетинга, для того, чтобы определить, как эффективно отработала рекламная компания и предсказать, на будущее отработать ли она, ну, то есть, определить клиентов, на которых она наиболее эффективно отработает в дальнейшем. То есть, в машинное обучение мы видим огромные перспективы, в том числе и в качестве. Но нужно просто эту штуку правильно уметь готовить. А вообще, про машинное обучение, я сейчас занимаюсь активно в компании, бигдаты, поэтому можете поспрашивать в фугварах, расскажу. Поподробнее. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Ну, хардкорные вопросы задавайте. Там, например, как протестировать переполнение памяти, например, на сервере, или там выход в своп, например, процесса. Никто не знает об этом, а мы постоянно это проверяем, потому что без этого это видят клиенты. Как тестируют большой объем данных? Как вы все-таки тестируете на клиентах? Как вам сказать? Ну, понимаете, да, мы тестируем математику и логику. То есть, мы обсуждаем глубоко и серьезно, и мы упрощаем систему для безобразия, чтобы система работала как автомат Калашникова. После этого она вглазка на бой. Там уже реальные данные. Я, конечно, по всем данным, 220 миллионов я не обойду. Поэтому там работает математика. Такие, скажем, сэмпл выборки. То есть, вы выбираете выборку и смотрите. Вы все это не просканируете. Это нужно несколько дней. То есть, вы попадаете уже... Смотрели фильм «Энтерстелла»? Смотрели? Классный фильм. Вот вы попадаете в «Гаргантюа», вот эту черную дру, где огромные объемы, много измерений. Ваша задача – выживать. Вы не сможете все проверить, покликать. Вам нужно математически, гарантируясь, статистически. С консервированностью же все нормально. Поэтому тесты, поэтому сэмплы, поэтому регистрация ошибок, анализ логов. И вера в успех. Я так сказал. Пожалуйста. Я не верю в готовую тулу. Понимаете? Но они же здесь работают. Они готовы. Как сказать? Почему вы вообще рассматриваете такой вопрос использования? Я про мыль вначале рассказал, про руб. То есть, когда вы создаете несколько сервисов в год, любой инструмент тяжелый, готовый, большой, он кроет в себе огромные риски. Даже среда разработки. Разработчик. Почему этот вопрос даже не рассматривает? Нет, нет, нет. Мы понимаем... Вы еще питаете велосипед, правильно? Нет, мы берем самое лучшее и используем минимум... То есть, мы пытаемся решить 90% проблемы 10% времени. Никакого... Континес интегрэйшн у нас используется, да. Но его делали до полтора года. То есть, вот эти все монстры, типа континес интегрэйшн, типа там, Джира с миллиардами тикетов, да. Это все работает. Но это не дает, не дает возможности вам выпустить сервис вовремя с достаточным качеством. Чтобы это сделать, выпустить вовремя, нужно не то, что использовать готовый инструмент, нужно понимать процессы, стоящие внутри этого инструмента. То есть, понимать... Я, в принципе, доклад был об экстремальном программировании, об Эджайле. О том, что нужно чувствовать этот тренд и использовать максимально эффективные шаги. Максимально эффективные шаги. Битекс-24, если мы сейчас будем его МОК-объектами тестировать, допустим, да, мы потратим еще 3 раза больше денег. И нам еще надо будет несколько дата-центров. Понимаете? Это не решит вопросов. Как раз таки эти тулы помогают мне... Я не верю в тулы. ...дополнительные деньги... ...сделать нужные конфетки... Это пишется так. Это все, на самом деле, это все фетиш. То есть, это как бы то, что нам продается. То есть, это все есть, но я рекомендую не верить в это. То же самое, что есть разработчик. Вот хороший разработчик пишет в блокноте. Знаете блокнот программы? Настоящий программист. А вот новенький программист пишет в какой-то среде разработки большой, сложный, там, в куче готовых решений. В итоге в них запутываются, в итоге люди не понимают. То есть, эти инструменты надо мне дать очень последовательно. И я как человек, как эксперт ЮНИКСа, я вам могу там, не знаю, три строки написать на БАШе и проверить отказоустойчивость системы. Я не верю в какие-то бизнес-процессы и так далее. Это маркетинг, мне кажется. Так вы проверяете отказоустойчивость? Конечно. Мы же, я занимаюсь, мы администрируем систему, у нас два с половиной человека. Мы смотрим логи, мы регистрируем их в Ластик Сечи. Мы понимаем, когда будет ЮНИКС. А если ваш два с половиной человека уходит в лог, то что дальше? Нет. Не бывает так. У нас RAID 1. У нас RAID 1. RAID 1, что это такое? Это два диска в зеркале. Один отпал, один работает. То есть мы друг друга меняем. Конечно, такого нет. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. Пожалуйста, еще. Хороший вопрос, спасибо. Провокация лунный. Пожалуйста. Спасибо, Санатар. А можете рассказать, насколько у вас получается майдерный сабдейк? Релизов в основном функциональности, а сколько вам прикрывается под физ? Ну, где-то два, наверное. Два. У нас по BX24 где-то один-два релиза идет. Да нет, наверное, меньше. Наверное, один релиз в месяц где-то грубо, да. И раза два в неделю у нас идет раскатка. У меня есть отдельная презентация, как мы обновляем BX24. Там есть эталоны, там есть система мониторинга, там система переключения CDN. В общем, достаточно часто. То есть, Амазон позволил быстро обеспечивать выкатый ботфиксов. Быстро. У нас там селениум-тесты есть, там роботы ходят. То есть, это все вы знаете, я не хотел это рассказывать. Это все известно, всякие джиры, там плагины. Я именно о том, что на боевых системах, когда сроки разработки сжатые и нужно двигаться быстро, нужно искать простые техники, которые вероятностно обеспечат максимальный эффект. Об этом. Не зря же Google многие сервисы в бете держит. Думаете, зря? Потому что мы их и тестируем, люди. Дорого тестировать их. Пожалуйста, еще вопросы. Спасибо за доклад. Меня зовут Александр. Вот мы услышали про викторику. А сейчас, пожалуйста, как вы проводите перформанс-тестинг и как анализируете его результаты? То есть, ну, по пин-курубонозой, наверное, не очень хорошо, но что микрофан используется и что такое, какие инструменты для перформанс-тестинга? Перформанс-тестинг. Я вот первый раз услышал эту фразу сегодня. Мы используем, мы строим графики. Графики в Мунин, которые рисуют, значит, скорость, качество работы системы. То есть, время отклика, распределение отклика, количество ошибок, качество отдачи на результатах. То есть, эти вещи, то есть, мы используем Мунин. График, я слышал про это, но эта штука на Питоне написана. Вот, и как-то достаточно тяжелая. То есть, максимум, до чего мы дошли, и при том, на больших данных работать достаточно сложно, это вот этот вот, Эластик-сеч. Выгрыз-кологов Эластик-сеч и анализ. Ну, то есть, в принципе, то есть, это аналитика, предсказание трендов у нас идет по графикам. Это мониторинг в Нагвисе, висят больше тысячи тестов. Число ошибок, число ошибок, например, веб-приложении, количество пятисотых ошибок. Они иногда появляются. Тяжелый скейт-запрос, например, да, там, человек на страницу попал, там, ответ не нанял. То есть, эти вещи попадают в логи, и у нас срабатывает тест. Потом мы очень быстро это анализируем, Эластик-сеч, мы и правим. Ну, я думаю, так вот. То есть, температура по больнице меряется постоянно. И ПИМБА. ПИМБУ, знаете, инструменты? Отличный инструмент, он для онлайн-мониторинга, для мониторинга скорости работы страниц. Как только что-то тормозит, мы сразу видим это. Окей, про мониторинг, понятно. Допустим, у вас там была цепь, где, в следующем моменте, там, 2000 репресс на секунду, и у вас там, ну, сдача, там, 30-х, где-то каунтеры добавить, будет в два раза больше, и вам нужно проверить, ну, как стандартно, типа, 2-какая опция, да? То есть, вы не создаете какую нагрузку, типа, там, G-метра, там, не важно? Создаем. G-метр мы создаем. Ну, танк смотрели, в основном G-метр у нас. Мы проводим нагрузочное тестирование некоторых решений. Ну, где есть сомнения. То есть, когда ты знаешь, как работает Unix, и как работает распределенная архитектура, тебе не надо создавать нагрузку, ты понимаешь, как эта система будет масштабироваться. Если там баги не повылазят, и Linux, например, да, какие-то. А вот, например, сервис, например, бгновенных сообщений мы проверяли. Потому что, непонятно, там Node.js используется, да, и Redis. Как они в связке, вот непонятно, как TCP и IP будут обрабатывать, сколько эффективно, например, в этом, в этом, например, Node.js. То есть, мы тестировали также под нагрузку плагин, мы писали под Nginx для многовинных сообщений тоже. То есть, иногда такие тесты нужны. Но они, все равно, это как бы, они далеко не все покажут. На бою вылазят такие вещи постоянно, которые решаются только правильной архитектурой. То есть, это как бы, вы поверите, как юнит-тесты, они нам помогают, но они, как бы, не надо успокаиваться на них. С них только все начинается. Хорошо, спасибо. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Кто-то позвоните, не дайте вопросы. Это, не, не, это не мой. А, ну кому-то, может быть. Ну тогда, спасибо большое. Удачи вам. Спасибо. 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 Спасибо.